В эфире FCDB TV, Александр Демешко, в новой для себя роли тренер дублирующего состава. Александр, расскажите, что делали, как жили после того, как официально закончили карьеру игрока? Всем здрасте. В первую очередь это было решение не из простых. Всегда тяжело условно заканчивать то, что когда-то ты отдавался лет 10-15, отдавал себя в профессиональном спорте. Но, слава Богу, благодаря нашим руководителям, благодаря тренерскому штабу, спортивный директор пообщались и решили, что на данный момент лучше мне будет перейти на другую должность. Благодаря им и я перешел в тренерский кадр, можно так сказать. Чем занимался? Ну, сразу же через неделю я поехал на Кипр на стажировку. Это была команда АПЛ, Никаси, участник Лиги Чемпионов. Сейчас они попали в групповой этап, если ты знаешь. Там я пробыл 8 дней. Я стажировался в, можно их назвать, академии. Это было замечательное время, потому что я много чего узнал, потому что, когда ты игрок, ты не видишь то, что видят тренера. И возле меня был Янсон, который тоже мне помогал. И также я подтянул, слава богу, свой английский, потому что 8 дней приходилось разговаривать только на английском. Русский тебя особо никто не понимал. И это тоже было какое-то испытание, в первую очередь, для меня, в плане моего английского. Ну и, конечно, я за 8 дней поработал с хорошим тренером, детским тренером, можно так его назвать, Ковачем, который когда-то в свое время работал в Федерации Бельгии, Федерации Голландии. И мне была предоставлена возможность увидеть всю полностью их наработку, начиная от тренировочного процесса и заканчивая даже медико-контролем, который проводится у них для футболистов, который проводится для них в начале сезона, в середине и в конце. То есть, соответственно, они смотрят функциональное состояние каждых игроков. Поэтому это был неощутимый, очень хороший опыт, который я для себя принял. Ну и по приезду уже потихоньку начал себя здесь находить в команде. Сначала поприсутствовал на тренировках Академии. Тоже, как бы, хороший, как говорится, хороший опыт. Немного я благодарен директору Академии, что предоставил мне такую возможность посмотреть, что для меня значит дети, маленькие дети. Это особый подход к ним нужен. Ну и также немного мне помог и испанец разобраться, главный тренер Академии Гарсия разобраться немножко. Ему тоже отдельное спасибо. Ну и с первого сентября руководство, пообщавшееся с спортивным директором и с директором Академии пришли к общему знаменателю, что, наверное, мне будет лучше помогать в дубле, быть тренером в дубле. Вот и с первого сентября на данный момент я являюсь тренером в дубле. Какая вот она жизнь без ежедневных тренировок, матчей? Не скучаете? Ну, ты знаешь, для себя я сразу сказал, после того, как закончил, я сказал к мячу не прикасаться, потому что, в первую очередь, если я хочу стать тренером, хорошим тренером, квалифицированным тренером, я должен в себе убить игрока. Самая беда тренеров это то, что, когда они начинают тренировать, они еще считают себя футболистами и себя сравнивают с теми ребятами, которых тренируют, а я считаю это абсолютно неправильно. Поэтому для себя я сразу сказал, что буквально полтора месяца я не прикасался к мячу, мне звонили ребята, друзья, говорят, и даже я приезжал в первую команду смотреть тренировочный процесс, как происходит. И спасибо Владимиру Ивановичу, который тоже предлагал потренироваться, был не против, я сказал нет, я целенаправленно хочу в себе убить футболиста от Ай до Я и потихоньку-потихоньку становиться тренером. Поэтому да, в начале было тяжеловато, но это все, я тебе так скажу, психологический, наверное, больше от психологии зависит. Я себя к этому подводил и в нужный момент, я считаю, что это так случилось, я считаю, это в нужный момент случилось и я не о чем лежу, это самое главное. Вот возвращаясь к Кипру, насколько там все, скажем так, иначе, чем у нас и как далеко наш клуб, наш в общем футбол отстал или он уже наоборот догоняет? Я не хочу сказать, что какой-то именно сравнивать клуб Динамо Брест и клуб Апель Некасиев в первую очередь. Почему? Потому что Апель это участник, постоянно участник Лиги Чемпионов, группового штата или в том году они играли в Лиге Европы в плей-офф. Это хорошая команда, хорошего уровня, во-первых, там играют только два Киприота, остальные все легионеры, то есть сам представляешь, да, если у нас 4-5, а там вся команда легионеров и любых легионеров, и представляешь, если у нас убрать лимит легионеров и поставить задачу, сюда можно привезти хороших легионеров, правильно, именно в Динамо Брест. А если сравнивать, конечно, уровни, да, или там административные штаты, я как бы в первой команде не был Апель, я не могу сравнивать. А вот если сравнивать Академию нашу и Академию ихнюю, ну, то да, у нас только Академия работает год, а у них Академия уже работает. Ну, я хочу сказать так, что наша Академия уже сделала огромные шаги вперед, огромные. Почему? Потому что я знал, что было, когда мы были голые, нищие боссы, и какое отношение было именно к детско-юношескому футболу у нас в городе, и вообще у нас в общем стране. То есть, благодаря нашим инвесторам у нас ребята обуты, одеты, они предоставлены им хорошее тренировочное поле, питание, с ними работают профессионалы, прекрасные тренера. Да, это Юра Вадазов, тот же Руслан Назаренок. Поэтому я считаю, что для детей в Бресте созданы превосходные условия. Также с ними работает и главный тренер испанец, и по физподготовке испанец. И они ездят на все турниры. Это хорошо, да, поэтому я скажу так, что мы в этом плане идем в правильном направлении, и я думаю, что у нас все будет хорошо. Как вообще семья, близкие, родственники относились к тому, что род деятельности поменялся? Ну, наверное, в большей степени у меня, наверное, жена больше переживала так, почему? Потому что ты же сам знаешь, что у меня недавно родился сын, для меня это более значимое событие было, потому что семья, это, конечно, это на первом месте. Но было тяжело, наверное, разделить именно футбол и семью. Но после рождения ребенка, тем более сын, для меня все полностью перевернулось. И, наверное, уже куда-то что-то ехать, что-то выдумывать я уже не собирался, потому что я понимаю, что пришло время, да, тем более родился сын, это для меня знаковое событие. А семья? Семья меня всегда поддерживает, то есть я не скажу, что где-то какие-то были беседы, какие-то собрания около семейной, нет. Просто все пришло к одному, что я пришел в один прекрасный момент, сказал и родителям, что все, мама сказала, ты уже взрослый, мы тебе не можем советовать. Жена сказала, я всегда восприму твой выбор, потому как есть, то есть все нормально. И завершение вот твоей мысли о том, как выступает именно главная команда «Земеновый Брест» в этом сезоне, уже может, опять же, с точки зрения отошельшего от дел человека? Ну, я тебе так скажу, что первая часть сезона это была хорошая, это в первую очередь эмоции, это в первую очередь кубок. Мы эту задачу выполнили, да, я так считаю, что в чемпионате мы стартовали плохо, отвратительно, я тебе так скажу даже. Сейчас я уже тебе могу так сказать, что мы проиграли, ничего сыграли, кроме кача, мы слышим, проиграли. Это тем командам, которым мы не имеем права проигрывать. Вот, а в плане дальше, потому что после кубка, ну, наверное, ребята некоторые подумали, что на этом сезон может быть закончен, и они докатываются до, там, докатятся на этом багаже, можно так сказать, до третьего места. Нет, ни в коем случае. Вот это, может, и ошибка где-то. Дальше была Лига Европы. Это превосходное событие и для меня, и для города Бреста. Десять лет назад мы привозили сюда Металлург, Лерипаев. Через десять лет мы привезли сюда Альтах. Надеюсь, в следующем году мы привезем еще кого-то. Я не надеюсь, я даже уверен в этом. А дальше, ну, дальше тяжело, да, дальше у нас большой отрыв. Я, как бы, надеюсь, что этот отрыв мы как-то погасим и займем хотя бы в четверке. Четвертое-пятое место, это будет, как бы, я считаю, хорошим результатом именно в этом году. Ну, на большего я, я не, я, честно, тяжело нам будет в тройку здесь, очень тяжело. Это мое мнение, ну, как говорится, нужно в это верить, и я верю, ну, это будет очень тяжело.